Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну, 10-ю Мишну 3-й главы «Поучение отцов» Перкей Авод. И эта Мишна продолжает и говорит нам то, что сказал Рабиханина Бендоса. В предыдущих уроках мы говорили о Рабиханина Бендоса, известном праведнике, человеком, который освещал имя Творца своими поступками. И вот что же он говорит. То, что он сказал, первое, то, что если у человека есть трепет перед Творцом, тогда мудрость его по изучению Торы сохранится. Второе, то, что его дела должны преобладать над мудростью его. Если это не так, то мудрость его потеряется. И, наконец-то, вот то, что он говорит по отношению между человеком и человеком. Давайте почитаем эту Мишну. Каждый человек, кем довольны люди, кто вызывает уважение и любовь у других людей, это знак, что такого человека любит Творец. И, с другой стороны, продолжает Мишна, то есть продолжает Рабиханина Бендоса и говорит. Казалось бы, это мы могли бы выучить и с первых слов, но, потому что есть такое правило. Миклаль эген, это шамэ, лав. Из того, что сказано именно так, я учу, что наоборот, если этого нет. Но продолжает Рабиханина Бендоса и говорит. Каждый, который не вызывает любовь и уважение у других людей, это значит, что он ненавидим Творцом. Его не любит Творец. И это показатель. И это то, что мы должны попытаться понять. Насколько важно, как человек ведет себя. То есть, оказывается, лакмусовая бумажка. Что из себя на самом деле представляет человек? Это то, как люди к нему относятся. И это показатель то, насколько, как к нему относится сам Творец. Что это значит? Тот, кто вызывает милость, любовь у других людей. Вы знаете, мы уже говорили, что хорошие ораторы, они могут обмануть набором фраз. Есть специальная профессия у президентов, у премьер-министров. Тот, кто пишет им тексты. Помните Сталин и Макшмова Зихрова? Он обратился к советскому народу впервые, дорогие братья и сестры. После того, как Германия напала на Советский Союз. Можно обмануть. Какие братья и сестры? Первое место в мире по количеству жертв своего народа. Есть спор. 30 миллионов, 50 миллионов. Так что это значит? Чем же вызывает уважение и любовь других людей этот человек? Своими поступками. И это показатель, что им доволит и его любит Творец. Этим он освящает и славит имя самого Творца. Но продолжает Рабиханина Мендоса. Тот же, кого не любят и не уважают другие люди, тот и неприятен людям из-за своего скверного характера и дурного поведения, того и не любит сам Творец. Почему он этим оскверняет имя Творца? И об этом сказано в Талмуде. Я хочу прочитать вам то, что написано в трактате Йома. Учили в Барайте. Таня. Ваагавтет Ашемнукех. И полюби Ашемну, всесильного Бога твоего. Что это значит полюбить? Это, чтобы имя Творца через тебя было любимо другими людьми. Это когда человек учит письменную Тору, учит устную Тору и прислуживает, учится у больших еврейских мудрецов. И его речь Бен Ахат, благожелательная речь со всеми людьми. Это то, что написано в письме, который написал из Эрец Исраэль, из земли Израиля в XIII веке Рамбан. Рабимуше Бен Нахман, своему сыну. И постарайся говорить с каждым человеком Бен Ахат Рох, доброжелатель. И этим ты избавишься от дурного качества гневливости. И, вы знаете, я видел много людей, больших еврейских мудрецов. Как мой учитель Равицкак Зильбер говорил с каждым человеком. Это может быть мальчик на улице или большой еврейский мудрец. Он говорил с ними одинаково, даже доброжелательно и любовно. И это одно из тех черт, которые меня так удивляют его сыне Равбен Сионе Зильбери. Как будто ты самый дорогой и самый любимый человек, с которым он сейчас хочет говорить бесконечно. Несмотря на то, что каждая секунда у него рассчитана. Вы понимаете? Я видел, как сидела у Равицкака одна пожилая женщина. Мама одного его ученика. И рассказывала ему все свои истории, все майсы и так далее. Он сидел, и он так ее слушал. Дальше нужно было с ней ходить в Мисрат-Клиту, где она добивалась, чтобы ей дали квартиру. Равицкак с ней ходил и просил. И в результате она получила квартиру. Вы понимаете? Но вот это удивительная доброжелательность. Так вот, если человек говорит доброжелательно с другими людьми, и он ведет себя, все свои дела добросовестно, по вере, что говорят о нем люди? Счастлив его учитель, его раб, который обучал его Торе. Посмотрите на этого человека, который учил Тору, как прекрасны его пути, как исправлены его поступки. О нем говорит строчка, это то, что написано у пророка Ихискеля, «Ва йомер ли авдията, Исраэль, ашер беха ит паэр». «Мой раб ты, Израэль, тобою я буду гордиться». Теперь послушаем, что говорит эта барайта, когда человек учит письменную Тору, учит устную Тору, занимается углубленным изучением Торы, и он говорит недоброжелательно с людьми, и его дела нечестны. Что говорят о нем люди? «Ой, леплони шаламат Тора!» «Ой» – этому человеку, который учил Тору. «Ой» – его отцу, который обучал его Торе. «Ой» – его равину, который обучал его Торе. «Этот человек учит Тору, и насколько уродливы его поступки, насколько испорчены его пути. О нем говорит строчка из того же пророка Ихискелю. И о нем говорит строчка из пророка Ихискеля. «Это народ Творца, из его земли они вышли, то есть происходит охуление имени Творца из-за этого человека». Дальше продолжим. «Горе этому человеку, который охуляет имя Творца. И это сказано, и осквернили мое святое имя евреи, потому что они говорили – это народ Творца, из его земли они вышли». Так объясняет, почему нашел прямую связь Рабиханина Бендоса между поступками человека, как он выглядит в глазах других людей, что это точный показатель, как он выглядит в глазах самого Творца. И, казалось бы, мы бы могли найти многих людей, самых популярных, скажем, поп-певцов или комиков, популярные люди и так далее. А что можно сказать, что также они любимый Творцу? Это мы с вами говорили про то, что как человек может обмануть других людей. Известно, может, это про Наполеона сказано, что кто знает на самом деле, что из себя представляет человек, это его жена и его ординарец. А теперь то, что дает нам ключ Рабиханина Бендоса. И вот как комментаторы объясняют. Говорит так комментатор Текун Мойш, что все недостатки человек видит, кроме недостатков самого себя. Он думает, что я праведник на всех моих путях. И учит Рабиханина Бендоса, что если он, у него есть ущерб, если он червоточенно заложен в его отношениях с другими людьми, то это показатель, что он совсем не находит милость в глазах Творца. Тогда это... Вы понимаете, что мы бы, в принципе, могли бы подумать? Вы знаете, есть нерелигиозные люди, которые говорят, я хороший человек, у меня в сердце Бог. Все эти обряды, все это вот, это не надо. Действительно, может быть, у них хорошие черты характера. Но вы понимаете, когда бутылка с вином находится в спокойном состоянии, скажем, хорошее вино и так далее, но проверка вина, если его немножко взболтать, взболтнуть, то почему-то осадок поднимается, и все смешивается. Человек, который никогда не ворует, никогда. Но на работе можно использовать конверты, можно использовать служебный телефон, можно использовать служебную машину. Это же не воровство, это же на самом деле... Вы понимаете? Где показатель? Или, конечно, на приеме у министра он ведет себя хорошо, а как он ведет по отношению к своему заму, по отношению к своей секретарше? А самый большой показатель, как он ведет себя в своей семье. Для всех у него улыбка, он самый обаятельный, самый лучший. Учат есть специальные школы, как должен себя политический деятель. А когда он возвращается домой? Я хочу вам сказать, вчера у меня было очень приятное мероприятие. Я взял семьи своих замужних дочерей с внуками, и мы должны были взять тендер, чтобы поехать к моему старшему сыну. Наша молодая невестка нас позвала, чтобы отметить в месяце АВ, когда они очень веселятся. мы не смогли отметить радостные события по поводу его дня. И в Муцей-Шаббат она сделала нам проводы субботы. И вот мы, наоборот, должны были заказать большой тендер, и доехали к нему только в 11 вечера, и дети уже... И вот нас принимали по дороге, нужно было разные вещи делать, и дети не всегда себя вели хорошо, и после того, как мы доехали до места, нужно было нам с женой мыть тендер, потому что с детьми могло бы там... Произошло что-то. И когда там мы пришли, и нервы были уже в пол первого на взводе, я получил хороший урок Мусара от своего младшего сына. Он говорит, почему ты все время сердишься? Он не понимает, что здесь это нужно было провести через все дороги всех внуков, чтобы они не потеряли. Здесь это нужно было... Нужно было, нужно было, он говорит, почему ты... Я получил хороший урок, потому что на самом деле он прав, мой сын, а я не прав. Потому что легче всего человеку быть хорошим со всеми чужими. Быть хорошим и... Ха-ха-ха! Быть ласковым, говорить доброжелательно со своими близкими, с самыми близкими. Это самое большое испытание. И не всегда человек его выдерживает. и часто он спотыкается. И зеркало, оно показывает точно, то, отражает точно того, кто в него смотрит. И поэтому это очень важная и глубокая вещь. То, что говорит Рабиханина Бендоса. То, что ты из себя представляешь на самом деле, посмотри, у тебя столько недоброжелателей, у тебя столько тех, кто копает против тебя. На самом деле, как ты относишься к другим? Потому что показатель такой, если ты любишь другим, если ты к ним доброжелательно относишься... У меня был такой пример. Один человек, я не знаю почему, может, ему кто-то что-то сказал против меня, я не знаю, что я что-то сделал не то, но я с ним поздоровался, а он как бы показал мне, что что-то такое. И я тогда себе поставил. Всегда, когда я с ним здоровался, я здоровался с особенной радостью, с особенной доброжелательностью. На второй раз он уже чуть меньше отвернул голову, на третий раз он уже было половину улыбки, а на четвертый раз он мне пожал с улыбкой руку. Почему? Потому что он понял, что если человек так с ним здоровается, значит, он не имеет ничего против него, знаете, это один из запретов Торы, чтобы одно было на сердце, одно на языке. Прославляет Тора братьев Йосифа. Они не могли с ним говорить, потому что они знали, что он говорит дурное отцу про них, и они ненавидели его. Но они не говорили наш братик Йосиф. Он знал, что они его ненавидят. И это показатель. Поэтому очень оскорбляет, когда человек с тобой говорит доброжелательно, говорит тебе хорошие слова, а за спиной говорит всё наоборот. Вы понимаете, как это? Это запрет по Торе. Так вот, что мы выяснили? То, что говорит Рабиханина Бендос. Казалось бы, он сказал о трёх разных вещах. Каждый, у которого трепет и страх перед грехом больше, чем его мудрости. и это говорится о Торе, об изучении Торы. Если трепет перед Творцом не предваряет изучение Торы, то его Тора не сохранится. Второе, чтобы его поступки были больше, хорошие поступки, чем его мудрость, тогда его Тора сохраняется. Это служение, это авода. И, наконец-то, третье, каждый, у которого вызывает уважение и любовь у других людей, это значит, что и Творец любит его. Это про третью вещь, это о добрых поступках. И это то, что сказано, мы учили с вами в первой главе. На чём держится мир? На Торе, на служении и на добрых делах. И вот это третье выражение, это как раз говорится об отношении к другим людям. На добрых делах, безвозмездных добрых делах держится это то, что человек любим другими людьми. И это то, что говорится в Талмуде. Я хочу процитировать. О, это то, что сказано в трактате Сота, это 49-й лист. Амара Беханина Бен Папа. Коль Адам Шиеш Аллаф Хен Каждый человек, который вызывает, ну, как перевести Хен, что-то в нём вызывает симпатию у других людей. Симпатию у других людей. Известно, что у него есть трепет перед Творцом. И милость Творца от мира и до мира. Аль Ира Аф Кто вызывает милость в глазах других людей, тот трепещет перед Творцом. Это одна из тех вещей, которые сказаны в трактате Мигела, что Эстер не открыла, из какого народа она происходит по указанию Мордыхая. И она нашла милость в глазах всех народов, которые были в подчинении у Ахашвироши. 127 стран, 127 народов, потому что каждый думал она из моего народа. Почему? Потому что она одна из семи пророчиц, которые были в еврейском народе. То есть трепет перед Творцом вызывает милость к этому человеку у других народов. А теперь я подготовил вам изюминку. Я хочу процитировать вам то, что написано, то, что написано в книге, которую записала известная вам известный человек среди болей живущих в Израиле Кармела Райс. Она сделала подарок для всех нас. Тем, что она на протяжении нескольких лет со своим мужем Равзаевом Райсом приезжали к Кравыцк к Узильберу за хранат садик Леврака Муцей Шаббат. И час он им рассказывал некоторые истории из своей жизни. И это то, что она обрабатывала и набирала на компьютере. И это то, что мы получили книгу «Чтобы ты остался евреем». И эта книга на русском языке издана тысячами, тысячи экземпляров. И уже на еврите много тысяч экземпляров. И многие люди израильтяне, они говорят, что без этой книги понять, что это такое настоящая жизнь с Творцом. очень трудно. И эту книгу уже подарили многим выпускникам еврейских религиозных школ Бейт-Якова. Эта книга живет. И это сделала Кармела Райс. Редактировала эту книгу. Тоже очень важный редактор. Один из лучших редакторов на русскоязычной улице Виктория Фридман. Но вот эта книга, которую записала Кармела Райс, называется она «Плененный ребенок». Это повесть, это на самом деле запись воспоминаний удивительного человека, который живет в Иерусалиме. Он называется в книге Рэп Швепсу. Он не хотел, чтобы его фамилия была, даже фотографии его здесь измененные. Это фантастическая судьба одного еврея. То, что происходит в жизни еврея. Пятилетний ребенок во время немецкой оккупации находится в детдоме на Украине. И врач, немец из этого детдома берет этого ребенка, усыновляет его и привозит себе в Берлин. И вот эта семья, его жизнь, он говорит, что до сих пор он помнит 4-5 лет, как он оказался в Берлине, он помнит этот вокзал. И вот проходит несколько лет, убивает его приемного отца. На Востоке эта приемная мать берет этого ребенка, зайчика и так далее, который был окружен лаской и так далее, 44-й год, и отвозит его куда? в лагерь, где находились еврейские дети, и в которых выкачивали из них всю кровь и посылали на фронт. Своими руками привозят его. И этот ребенок, как он остался в живых, потому что кормили их, конечно, ужасные дети, серели и угасали, выкачивали из них всю кровь. И вот он увидел где-то за колючей проволокой там овчаркам ставили миски, где было мясо. И он в доме рос, и он не боялся собак. И вот он подполз к этой миске, и овчарка, немецкая овчарка, она отодвинула свою голову. И он ел из этой миски, он не боялся собак. И какое-то чудо происходило с ним. Так он остался в живых. И дальше он вернулся после того, как освободили этот лагерь, часть детей осталась живых, их отправили в Советский Союз в товарниках, не давали им есть, голод, холод, и он попал в детдом. И потом его нашла семья соблюдающих евреев, его родные родители, отец, мать, бабушка. И вот как раз про эту бабушку Фейгу я хочу сказать. И вот эта бабушка Фейга, они жили на Украине, по-моему, в Донецке. И вот я хочу маленькую главу из этой книжки вам прочитать. Что это такое, когда человек находит милость в глазах других людей? Называется эта глава «Бабушкины дети». Бабушка говорила только наидыш, хотя знала немножко и украинский, и русский. Даже в магазине и на базаре бабушка ко всем обращалась наидыш. И самое удивительное, ее понимали. Мало того, я не помню, чтобы в нашем антисемитском городе ей сказали в ответ что-то плохое. Из-за нее наши нееврейские соседи тоже заговорили наидыш. После войны не было детских садов, и дети без присмотра болтались на улице. Бабушка собирала соседских детей, присматривала за ними и даже подкармливала. Говорили, она говорила, что она не может произносить нееврейские имена, и переименовала их на свой лад. Славика называла Сарик, а Леша у них был Йосик. Это имя к нему так привязалось, что его родители украинцы стали его называть Лесиком. Олега за ум и хитрость прозвала Соломоном, и это имя за ним осталось навсегда. Ее воспитанников в городе называли бабушкины дети. Когда кто-нибудь из них хулиганил в школе и вызывали родителей, дети бежали к ней. Баба Фейга выручай. Она повязывала голову поверх обычной косынки большим платком и шла в школу. Она была соблюдающая все заповеди еврейка. Там она говорила, что родители на работе, и она пришла вместо них, но по-русски не понимает. Ей приводили переводчица, учительницу Анну Израильну. Бабушка терпеливо выслушивала все претензии и неизменно говорила, ничего, станет на год старше, станет на год умнее, не будет делать глупостей. Когда вечером соседка спрашивал ее, фига, вы выйли в школе, что там Соломон натворил? Вы понимаете, Соломон это кто? Это Олег. Да? Бабушка отвечала, они говорили, что такого хорошего ребенка в мире больше нет. «Когда я перешел в семью, этот Швепсел, он был в детдоме, перешел в семью, детдомовцы на него обозлились, и мне бы пришлось плохо, если им бабушкины дети, которые учились в нашей школе, они заступали за меня перед детдомовцами и не давали в обиду. А вокруг царила жестокость. Городские дрались с детдомовцами, улица против улицы, доброта не ценилась, даже наоборот. Если ты сделал кому-то что-то доброе, ничего за это ты не получив, то этот человек платил тебе злом. Наш дом был как остров, где правили другие неизвестные мне тогда законы». И вот описывает Карбелла Райс, что когда умерла бабушка в 66-м году, и вот по еврейскому закону нужно положить, одеть труп в тахрихин, в белое покрывало, такое положить на пол. И вот когда пришли, когда эта печальная вещь распространилась по всем окрестным улицам, в дом начали собираться русские и украинские соседи. Увидев умершую, завернутую в тахрихин, с покрытым лицом, они стали возмущаться, где это видно, чтобы не видно было лица, и даже гроб не купили, почему на полу. Для них это было пренебрежение к умершей. Папа хотел что-то объяснить, но дядя сказал ему, Мойша, ничего не поделаешь, придется ее открыть. И тогда русские соседи несли ее в соседнюю комнату, облачили ее в бархатные субботние платья, открыли лицо, и тут же принесли соседи гроб, и поставили гроб на стол, и в дом потекла вереница людей прощаться с бабой фейкой. Толпа наполнила все комнаты, ноги безутешно плакали, словно потеряли близкого человека. И когда несли гроб молодые соседские парни, бабушкины дети, которых она вырастила, они пронесли ее мимо школы, куда она бегала их выручать, и несли на руках до самого кладбища. Когда в 90-х годах в Донецке, как и в других местах, начались антисемитские беспорядки, многие памятники на еврейском кладбище были разбиты, но могилы бабушки и моих родителей уцелели, и до сегодняшнего дня кто-то из бывших соседей за ними ухаживает. Вы понимаете, это уважение, которое вызывала бабушка у этих соседей, украинцев, русских, они из-за нее выучили идыш. Вы понимаете, добро, оно тоже заразительное. Так вот это соблюдающий еврей, он находит милость, он вызывает любовь у всех. Так это то, что учит нас рабиханину бендос. кто действительно находит милость, уважение и любовь у других людей, это показатель, что его любит Творец, потому что через него освещается имя Творца. Это первая часть нашей Мишны. На следующем уроке мы продолжим ее изучать. об насколько Об whistles смея .